Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В первоначальном варианте этого закона за совершение действий, направленных на формирование положительного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям предлагалось и предлагается вести уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 6 месяцев со штрафом в размере от 20 до 50 показателей а за повторное действие такого же порядка или совершенного в отношении несовершеннолетних лишать на срок от 6 месяцев до 1 года со штрафом уже от 30 до 60 показателей закон был принят парламентом в двух чтениях то есть вот он на этих двух чтениях завис и что интересно, что меня особенно интересует по ходу обсуждения число его инициаторов с трех выросло сейчас почти составляет три десятка человек 28 представляющих все парламентские фракции и одной из последних свою поддержку законопроекту выразила фракция партии Атамикен называющей себя социалистической и почему это важно потому что именно из этой партии как бы из фракции раздавались отдельные голоса как бы против законопроекта но вот фракция отмежевалась от этих как бы отдельных депутатов но как бы так, чтобы обрисовать контекст это вообще-то не единственный как бы законопроект который инициирован парламентом в этом духе с 2012 по 2015 год есть целая тенденция к вот такому нарастанию в публичной сфере консервативной традиционалистской риторики которая апеллирует к семейным ценностям и так далее и например можно рассматривать резонанс вызвал законопроект о запрете выезда за пределы республики для женщин до 23 лет без письменного разрешения родителей парламент отметился также запретом на распространение в школах брошюр по поводу половому воспитанию ну так же рассматривается закон об иностранных агентах это как бы не про гендер, но как бы рядом в связи с антизападной риторикой а одна из последних инициатив, которая еще не получила статус законопроекта но от тех же людей это введение ограничения на аборт в рамках ОМС обязательного медицинского страхования что интересно, что несмотря на то, что как бы эти инициативы крайне маргинальны вроде бы, да, по отношению вообще к политической повестке инициируются маргинальными, в общем-то, депутатами и перспективы принятия этих законов они тоже как бы крайне туманны между тем, это вызывает большой общественный резонанс и мобилизацию вот в случае, собственно, гомофобного законопроекта существует коалиция, которая пытается ему противодействовать и просто вот штаб участвует в этой коалиции поэтому я могу более информированно говорить именно об этой проблеме имея как бы опыт включенного наблюдения по этому поводу как я уже сказал, вот очень важно, что внутри кыргызского политикума гомофобный законопроект не получил никакого идейного противодействия то есть я уже сказал, что все фракции в парламенте как бы поддерживают и показательная реакция на законопроект правительства Кыргызстана вначале правительство выступило с отрицательным отзывом на законопроект но затем, будучи обвиненным в гомосексуализме авторами инициативы и ее симпатизантами изменило свое мнение пояснив, что концептуально и идеологически законопроект поддерживает но указывает на его юридические и законотворческие огрехи президент и его аппарат также не выступили с публичной критикой законопроекта ссылаясь на право депутата выступать с любыми законодательными инициативами но отмечали, что президент вправе наложить вето в первую очередь по техническим причинам то есть в силу юридической несостоятельности текста законопроекта иными словами, на идеологическом уровне наличие в законодательстве репрессивно-диклинирующей нормы в отношении группы людей к кыргызстанскому политическому истеблишменту кажется вполне приемным. Законопроект еще не принят, и, как я сказал, велика вероятность, что вообще не будет принят в нынешнем виде, во всяком случае, по причине его низкого юридического качества, он не выдерживает никакой критики. Но он уже начал оказывать воздействие на общественные процессы жизни людей. Законопроект даже на стадии обсуждения был воспринят радикально настроенными группировками ультраправыми, как официальная санкция на насилие в отношении людей, чья сексуальная ориентация и гендерная идентичность покажутся этим ребятам несоответствующими нормам. Активисты нескольких ультраправых группировок напали на закрытые мероприятия организации «Лабрис» 17 мая этого года. До этих событий неизвестные совершили нападение на офис «Лабриса», перебросив бутылки зажигательной смесью, сорвали выступления в бишкеке украинской группы казаки и так далее. Можно множить. Санкция на насилие дана. Люди считают, что они вправе его осуществить. И вот, чтобы разобраться, почему такая маргинальная тема, инициированная маргинальными депутатами, оформленная в виде юридически несостоятельного документа, вызывает такой общественный медийный резонанс, дадим слово депутатам. У меня тут есть ряд цитат, чтобы вы поняли, я их зачитывать не буду. Но то, что я выделял черным, как на Западе, принять превентивные меры против распространения, как на Западе, чуждых нашему обществу явлений. Это депутат Дейканбаев. Надо развивать традиционные отношения. От чуждого нашему менталитету отказываться. Надо развивать традиционные отношения. Да, да. Они вроде бы же есть. Как их можно развивать? Да, Запад. Это вроде как дискурс или контент анализа. Мы видим повторяющиеся. Вот это очень интересно. Невозможно. У нас же менталитет восточный. И есть традиционная семья. Да. Это не наше. А если это не наше, то общество должно отчуждать от себя и делаться чистым, прозрачным, хорошим. В общем-то, этой небольшой выборки текстов достаточно, чтобы составить представление о дискурсе сторонников. Ну, как бы, можно узнать до бесконечности. Если вынести за скобки дремучую невежественность, то этот дискурс можно суммировать следующим образом. Гомосексуальность – это западное явление, чуждое традиционным ценностям и восточному менталитету кыргызского общества. Нетрудно заметить, что риторика кыргызских депутатов, их постоянная апелляция к традиционным ценностям, отличным от ценностей Запада, в точности воспроизводит текущий дискурс российской власти. Для того, чтобы увидеть связь между российским дискурсом, вообще-то не нужно прилагать особых усилий. В общем-то, они сами об этом говорят, не скрывают. Вот приведу цитату, практически дословную, которая была озвучена депутатом Бакир Уулу на слушаниях в парламенте. Когда ему сказали, возразили, что закон относится к крайней малозначимой проблематике для текущей политической ситуации, он ответил. Вы не отдаете себе отчетов принципиальной геополитической важности этого закона. Этот закон символ того, что мы боремся вместе с Россией и Путиным за восточные ценности против западных. И да, я считаю, что Россия — это тоже часть Востока. Для того, чтобы получить более ясное представление о консервативном повороте в Кыргызстане, вот необходимо лучше понять его дискурсивный источник. Соответственно, российский неоконсерватизм. Это из выступления, из послания президента Российской Федерации Путина Федеральному собранию в 2013 году. Опять я не буду его зачитывать, но как бы, да. Национальные традиции, традиционные ценности, народное большинство, да, длинная цитата. Традиционные ценности, которые тысячелетиями составляли духовную и нравственную основу цивилизации. Ценности традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, духовных ценностей, гуманизма. И вот что для меня крайне важно. Конечно, это консервативная позиция. Но говоря словами Николая Бердяева, это да. То есть в этом послании 2013 года впервые, в общем-то, наверное, за сколько лет? 22 года. Существование Российской Федерации впервые президентом были настолько четко обозначены идеологические ориентиры своего режима. В общем-то, как бы, постсоветская политическая традиция, она как бы, якобы, да идеологизирована. У нас нигде нету, как бы, вот таких классических европейских политических идеологий. Ни коммунистической, ни левой, ни правой, да, как бы. А тут, как бы, президент говорит о том, что, в общем-то, наша идеология – это консерватизм. И надо сказать, что в 2014 году вот это все было в контексте, как бы, вот международной политики. В 2014 году Путин повторил свою, как бы, приверженность консервативной идеологии. Уже подтвердил, но уже в контексте внутренней политики, добросовестный труд, частная собственность, свобода предпринимательства – это такие же базовые, консервативные, подчеркнул он и я, ценности, как патриотизм, уважение к истории, традициям и так далее. В общем-то, они применули последовать, как бы, за вождем и всякого рода идеологи, которые должны, как бы, донести до масс уже, в общем-то, нюансы и детали. И вот, как бы, например, такая интересная цитата. На Всероссийском молодежном форуме Таврида, как вы понимаете, организуемом Крыму, рос молодежью, в 2014 году собрал представитель 60 стран, проводился семинар, который называется «Консервативный поворот». Такое название получил очередной день образовательной программы вот этого форума. Организаторы мероприятия возложили на восьмой день важную задачу – объяснить молодежи, собравшись на полуострове, что такое консерватизм и в чем заключается его выгода. Ну и вот, собственно, как бы, эти выгоды здесь представлены неким Минаковым, историком из какого-то провинциального города, я не помню. Ну, неважно, русский неоконсерватизм вполне оригинален и вполне самодостаточен. Вот, подчеркивает историю. Да, ну вот, как бы. С цитатами. Новый русский консерватизм действительно пытается казаться оригинальным и даже вырабатывать определенные дискурсивные инновации. Такой инновацией можно считать традиционные ценности. В общем-то, путинский неоконсерватизм можно даже назвать идеологией традиционных ценностей. Россия предлагает дипломатические усилия для того, чтобы утвердить себя в качестве политического и идеологического лидера, предлагающего не только своему обществу, но и международному сообществу новые идеологические ориентиры. Вот, например, в 19-м году Совет ООН по правам человека принял резолюцию поощрения прав человека и основных свобод благодаря более глубокому пониманию традиционных ценностей человечества, внесенную Россией. И вот в информационном сообщении МИДа, как бы, дается такое пояснение, что в резолюции подтвержден тезис о том, что понимание и уважение традиционных ценностей способствует поощрению прав человека. А какие же это ценности? И в первую очередь это утверждение ценностей, в утверждении этих ценностей играют семья, как бы, общество и образовательные учреждения. Ну, как бы, важна семья в данном случае. И к российским попыткам утвердить за собой позицию лидера своего рода консервативного интернационала, или конинтерна, можно отнести проведение весной этого года в Петербурге Международного русского консервативного форума, который собрал беспрецедентное число представителей европейских правых партий, в том числе таких одиозных, как греческая Золотая Заря, или немецкая национал-демократическая партия Германии, которая, в общем-то, позиционирует себя наследницей национал-социалистов. Попробуем как-то, я попробую сделать попытку как-то вот объяснить то, что мы, в общем-то, переживаем. Ссылки на Бердяева, настаивание на оригинальности и самодостаточности русского консерватизма, а также акцентирование в постсоветской неконсервативной риторике некой аутентичности, отличия от Запада и тому подобное, не в состоянии скрыть того факта, что этот постсоветский консервативный поворот, тон, которому задает путинская Россия, даже во всех своих локальных проявлениях, не является чем-то уникальным и специфичным. Харви, Дэвид Харви, в краткой истории неолиберализма, замечает, что нарастание неоконсервативных общественных настроений имеет непосредственное отношение к формированию и развитию неолиберального капитализма. Неоконсервативная реакция формируется как ответ на хаос индивидуальных интересов, возникающих в рамках неолиберализма. Для российских неоконсерваторов, например, важна такая конструкция, как стабильность, противопоставляемая хаосу лихих 90-х. Между тем, как отмечает Харви, они, то есть неоконсерваторы, отнюдь не отклоняются от неолиберальной программы создания или восстановления влияния буржуазного класса, но они стремятся сделать эту власть легитимной, установить общественный контроль на основе формирования общественного согласия в отношении прочной системы моральных ценностей. И вот на примере неоконсервативной реакции в США, начавшейся в 70-е годы, Харви приводит набор этих ценностей. Эти ценности касались культурного национализма, моральной чистоты, христианства, семейных ценностей, вопросов права на жизнь, то есть отрицания абортов и неприятия новых общественных движений, феминизм, права сексуальных меньшинств, позитивная дискриминация, движение в защиту окружающей среды. Как мы видим, практически тот же набор моральных ценностей в качестве иллюзии общественного согласия предлагается как российскими, так и кыргызскими политиками консервативного толка. То есть парадоксально, но постсоветская антизападная риторика источником своего происхождения имеет западный, а конкретно американский неоконсерватизм. Неоконсервативная реакция пытается скорректировать неолиберализм в одном важном аспекте, афористично выраженном Тэтчер. «Общество не существует, есть мужчины, женщины и семьи». Неоконсерваторы же пытаются создать иллюзию общественного согласия, основанного на разделяемых всеми членами общества ценностях. Однако вот с первой частью знаменитого афоризма Тэтчер вполне бы мог согласиться, скажем, Маркс. В его устах этот афоризм мог бы звучать примерно так. «Общество не существует, есть только борьба классов, угнетатель и угнетен». В возвышенном объекте идеологии, о котором сегодня уже шла речь, Жижик указывает на то, что цель идеологии – это создание такого видения, в котором общество существует, в котором общество не расколото на антагонистические части, в котором отношения между этими частями являются органическими и взаимосогласованными. И вот самым наглядным примером такого видения является представление об обществе как огромном организме, едином социальном теле, в котором все органы и части согласованы. Между тем, как далее замечает Жижик, образ общества как единого целого является фундаментальным идеологическим фантазмом, то есть воображаемым сценарием исполнения желания, в нашем случае желания этого единого общества, общества организма. Однако для успешного функционирования этого фантазма, социально-идеологического, необходима фигура, с помощью которой объяснялось бы фундаментальное несовпадение между органическим видением общества, то есть фантазматическим, и действительным социумом, раздираемым противоречиями и антагонизмами, переживаемым членами этого общества в своей повседневной жизни. Вот Жижик останавливается на фигуре еврея. Для фашистской идеологии такой фигурой выступает еврей. Внешний элемент, чужеродное тело, привносящее разложение в здоровый социальный строй. В общем, в нашем случае вместо еврея гомосексуал. Именно в связи и вокруг ЛГБТ, как бы этой риторики, артикулируется и выкристаллизовывается постсоветский неконсервативный дискурс, и вот этот самый фантазм. Какое же это единое общество? То есть проговаривается этот идеальный образ гомогенного, духовно чистого общества, основанного на традиционных ценностях. А с другой стороны, постоянно апеллируя к тому, что вот есть эти отчужденцы, манифестируется невозможность достижения этого утопического идеала. Так как всегда есть те, кто угрожает этой чистоте, этому единству. На западные гранты пропагандируют гомосексуальность. Навязывает чуждые нашему менталитету ценности, разрушает традиционную семью и так далее. То есть те, кого, по словам депутатки Скрипкина, общество должно отчуждать. В принципе, подобными отчужденцами могут выступать различные группы. Мигранты, иностранцы, иностранные агенты, национальные меньшинства. Они, в общем-то, выступают в этой роли также. Но ЛГБТ оказывается наиболее востребованным претендентом на эту роль отчужденцев в силу отсутствия или скорее непризнания властью политической субъектности ЛГБТ-сообщества. Например, за мигрантами и иностранцами стоят страны их происхождения. За национальными меньшинствами диаспоры и влиятельные члены из этих диаспор. И таким образом нагнетание неоконсервативной истерии вокруг этих фигур может иметь серьезные непредсказуемые последствия. Опыты этого уже как бы были. ЛГБТ же для власти оказывается невидимым, прозрачным субъектом. Не только идеологический образ гомосексуала или трансгендера не имеет никакого отношения к реальным лесбиянкам, геям и квирным людям, но и самих этих реальных людей как бы не существует как субъектов общественных отношений. Поэтому как бы очень легко их отчуждать. Вот сказав все это, я хотел бы обратиться к другому сюжету. Я попытался произвести или даже точнее воспроизвести некую левую критику текущей ситуации. То есть обозначить как бы слева мы видим то, что происходит. Но в то же время в таком мейнстримном, оппозиционном, либеральном дискурсе по поводу того, что происходит, мы видим некое иное расставление акцентов. А именно, где же я приведу две цитаты властителей либеральных дум, об одном тоже говорил сегодня Стругацком и Сорокин. Первое, да, это Стругацкого. Я обращу внимание, по сути возвращение в совок. То есть путинское десятилетие стабильности это возвращение в совок. Это 2010 год. Ну и как бы Сорокин в 15-м году. А, вот, извините. Вот он, Сорокин. Да, то есть неизжитые комплексы советского прошлого. Советское прошлое не было похоронено в должное время. И вот мы как бы с ним имеем дело. Между высказыванием не существенная временная дистанция в 5 лет. Но вот эта интерпретация путинской неконсервативной реакции как некой реинкарнации советского, или есть такой термин, ресоветизации, такой заголовок, например, «трупные пятна ресоветизации», представляет собой устойчивую тенденцию. То есть предложенная в 2010 году Стругацким аналогия с брежневским застоем для описания путинской стабильности уже многократно тиражировалась в либеральной публицистике и многим казалась евристичной. К сожалению, у меня нет действительно времени задумываться над тем, как это можно объяснить. Вот уже либеральный фантазм. Вернее, не фантазм, а невроз. Но, безусловно, либеральная обсессия с совком не то чтобы полностью лишена оснований. Неоконсервативная реакция активно мобилизует память о советском, воспроизводит советские риторические паттерны, главным из которых, пожалуй, является противостояние с Западом. Присутствует советская в интересующем нас кейсе законопроекта о гей-пропаганде. То есть наиболее ярые сторонники этой инициативы призывают к рекриминализации гомосексуальности, то есть к возвращению в Уголовный кодекс статьи за так называемое мужеложество, которая была в советском УК. И вот в связи с этим хотелось бы задаться вопросом, до какой степени советская является постсоветская гомофобия. Я, в общем-то, исчерпывающий ответ не приведу, но обращу внимание на интересные случаи. Я остановлюсь на анализе раннесоветского дискурса о гомосексуальности, но точнее, это как бы всего лишь один маленький сюжет, о советском дискурсе о гомосексуальности в Центральной Азии. Но вот периодизация уголовного наказания, преследования мужской гомосексуальности в СССР, она как бы относительно общеизвестна. До 1934 года, после революции, гомосексуальность была декриминализована. В 1934 году появилась статья «Замужеложество. Добровольный сексуальный контакт между мужчинами», которая была исключена из уголовных кодексов большинства постсоветских республик в 90-е годы. В Кыргызстане в 1998, в России, по-моему, в 1993, в Узбекистане, например, эта статья не существует в уголовном кодексе до сих пор. Несмотря на то, что единой официальной точки зрения на гомосексуальность в период ее декриминализации не было, и эксперты придерживались разных мнений и взглядов, американский историк Дан Хилли в своей книге «Гомосексуальное влечение в революционной России» показывает, что исключение из уголовных кодексов РСФСР в 1922 и 1926 году «Преследование добровольных гомосексуальных контактов было принципиальным и осознанным». Однако декриминализация гомосексуальности была вызвана не стремлением эмансипировать гомосексуального субъекта, а общей секуляристской, модернизационной и прогрессистской направленностью после революционных преобразований. То есть большевистские юристы, по большому счету, хотели создать новый, как бы модернистский, полностью секулярный уголовный кодекс, который был бы лишен каких-либо морализаторских, религиозных оснований в определении правонарушений. И в этой логике половые расстройства, к которым относили гомосексуальность, должны были быть под ведомственной медицине, а не уголовному законодательству. И таким образом уже ложство было изъято из уголовного законодательства, как термин с религиозными и морализаторскими коннотациями. Но это, в общем-то, не как бы, Хилли перечисляет и другие факторы. Он, в общем-то, пишет о знакомстве, как бы, например, таких деятелей, как Калантай или Симашко с эмансипационным проектом немецких коммунистов и поддержкой этого проекта. Но, в общем-то, это менее значимые факторы, нежели вот этот вот, как бы, модернистский пафос. Между тем, и вот тут мы переходим к самому интересному. Добровольные и гомосексуальные отношения в период с 1922 по 1934 год были декриминализованы не на всей территории СССР. В Грузии, Азербайджане, Туркмении, Узбекистане мужеложство продолжало оставаться уголовно преследуемым деянием. Уголовный кодекс Узбекской ССР содержал наиболее разработанные статьи, запрещавшие однополые отношения между мужчинами. Всего статей, направленных против различных практик, было восемь. И что особенно примечательно, входили эти статьи в главу под названием «Местные бытовые преступления». Эта глава была исключена из УК только в 1960 году. К таким преступлениям относились колын, баранта, это угон скота как способ мести, многоженство и так далее. Статья «Замужеложство» или «Бесоколбазлик», то есть «Половое с ношениями мужчины с мужчиной» в редакции 1926 года предусматривала наказание в виде лишения свободы со строгой изоляцией на срок от 6 месяцев. А вот в 1934 году, когда уже была криминализована на всей территории Советского Союза, она была приведена к общесоветской норме, и тогда наказание было значительно ужесточено и предусматривало лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Была в узбекском УК и такая уникальная статья для советского уголовного законодательства, запрещавшая сексуально домогаться мужчин. Ее формулировка повторяла российскую статью, запрещавшую сексуальное домогательство женщин. Как отмечает Хилли, запрет сексуального домогательства взрослых мужчин делал более рельефным распространенное представление, что социальная среда – причина однополых отношений. Мол, податливые, но нормальные мужчины могли попасть под влияние родовых элементов и быть насильственно вовлечены в мужеводство, что не отвечало их природным наклонностям. В отличие от европейской части СССР, где в отношении гомосексуальности доминировал медикализирующий дискурс, рассматривающий однополое влечение как проявление гормональных или психических факторов, дискуссия шла по этому поводу, гомосексуальные практики в Средней Азии рассматривались в антропологической перспективе, как пережитки родового быта, наряду с такими практиками, как и сказал, как Колым и Магожонство. В дискурсе о гомосексуальности в Средней Азии, в особенности в связи с Бача-Боззи или Бача-Бозлик, постоянно подчеркивались факторы экономической эксплуатации и социального неравенства. Мужчины и мальчики из бедных и зависимых социальных групп вовлекались в гомосексуальные практики богатыми помещиками, чиновниками и духовенством. Постреволюционная мобилизация предполагала борьбу с отсталостью и пережитками, мы как бы об этом говорим, и уголовное преследование наиболее одиозных, на взгляд новых властей, проявлений этих пережитков было одним из инструментов этой борьбы, которая, однако, по мнению таких исследователей, как Хилли, большевики старались не привлекать особого внешнего внимания, так как, по мнению Хилли, эти действия шли вразрез с наступившей в европейских частях Советского Союза эпохой модернити в регулировании половых отношений. Между тем, мне лично кажется, что противопоставление этих двух подходов к гомосексуальности, как модерного в европейской части и домодерного или немодерного, традиционалистского, кажется не совсем верным. Оба советских дискурса о гомосексуальности, и эмансипирующий, и репрессивный, были в равной степени модернистскими и прогрессистскими, и представляют собой противоречие между современностью и архаикой, а противоречие внутри модернити. Попробую этот тезис развернуть. Наиболее яркое это противоречие проявилось в период культурной революции. Новая волна революционной мобилизации, наступление социализма по всем фронтам создали атмосферу утопического оптимизма, в которой даже самые радикальные идеи видения новой жизни не казались фантастичными. Вот отразилось атмосфера так или иначе на дискурсе о гомосексуальности. Статьи о гомосексуализме для вышедших в 29-м и в 30-м годах большой медицинской и большой советской энциклопедии были написаны психиатром сирийским, сторонником так называемой эндокринологической гипотезы и биологической и теологии однополового влечения. Эта эндокринологическая гипотеза пользовалась наибольшей популярностью у адвокатов гомосексуальной эмансипации, так как если гомосексуальность, согласно этой гипотезе, была вызвана гормональными факторами, то отпадала необходимость не только в ее уголовном преследовании, но и в психиатрическом регулировании. И в своих статьях сирийский подверг резкой критике психопатологические теории однополового влечения и законодательные запреты гомосексуальных контактов, характеризовав их как устаревшие. В то же время культурная революция актуализировала радикальную материалистическую риторику, в рамках которой звучала критика так называемого биологизирующего подхода к социальным явлениям и начал развиваться дискурс социальных аномалий. Проституция, алкоголизм, попрошайничество стали рассматриваться как социальные аномалии, устранить с которой, как считалось, можно было мерами принудительного воздействия. И гомосексуальность оказалась в одном ряду с этими явлениями к середине 30-х годов. Не буду объяснять, почему это уже интересный сюжет, как это произошло. Но таким образом противоречие внутри советского дискурса о гомосексуальности разрешается в пользу социально-конструктивистского взгляда. То есть в Средней Азии он всегда имел место. Это социальные условия, которые формируют этот пережиток. А тут как бы некие биологические факторы. Но, в общем-то, вот этот дискурс, взгляд, который был только на Центральную Азию, направлен на Кавказ, он становится общесоветским. Это, в общем-то, социально-конструктивистский взгляд, согласно которому гомосексуальность была эффектом социальных условий. В СССР социальный конструктивизм, как показывает, правда, на материале 60-х 80-х годов Нина Магдасарова, авторка нашего проекта, существовал не только в критическом, сколько в аффирмативном или радикальном режиме. То есть социально-экономические условия, задающие те или иные общественные феномены, можно не только анализировать и выявлять, но и устранять или, наоборот, формировать, конструировать и так далее. Обусловленным архаическим традициям родовым пережитком, к которым относились гомосексуальные практики в Средней Азии, и социальным аномалиям, порождаемым буржуазной городской культурой, не останется места в социалистическом обществе. И еще маленький сюжетик, я бы хотел показать о том, ну или кратко описать, какой взгляд на гомосексуальность проектировался не только советской властью, но как бы и внутри Средней Азии, а именно так называемыми джадидами или младобухарцами, прогрессистскими мыслителями, писателями, публицистами, выступавшими за модернизацию мусульманских обществ посредством новых методов образования, новометодных школ. После разгрома в результате Первой мировой войны Османской империи, бывшей для джадидов образцом исламского обновления и модернити, младобухарцы отступают от пан-исламистских к националистическим и антиимпериалистическим позициям, что способствовало их сближению с большевиками, и после революции 1917 года они вливаются в общество большевистскую партию, и в первое постореволюционное десятилетие они просто оказывали влияние на политику большевиков в Средней Азии, а фактически были одними из основных агентов этой политики. Вот вопросы общественной морали занимали центральное место в публицистических и литературных текстах джадидов. Джадиды выступали за гендерное равноправие. Они пытались найти компромисс между исламской традицией и прогрессом, апологетами которого выступали. Например, джадиды считали многоженство допустимым, так, как предписывает Коран, не поспоришь, но невозможно. Диалектика, да? То есть, так как в реальных жизненных обстоятельствах эта практика не может соответствовать предписаниям Корана. Можно, но нельзя. Главным пунктом их политической повестки по женскому вопросу было образование девочек. Они настаивали на обязательном доступе женщин к образованию, мотивируя это в первую очередь интересами нации. Мы уже говорили, потому что у всего женщины есть пространство, определение национального образа нации. Женщина как мать играет ключевую роль в воспитании сынов нации. И, соответственно, образованная женщина оказывается более успешной в этой роли. То есть, этим мотивировалась. Успешной матери. Да, неуспешной матери как воспитательнице детей. А безграмотная, она, в общем-то, не может воспитать достойных сынов нации. Поэтому, как бы... В целом, идеалом семейных отношений для младобухарцев была западноевропейская моногамная нуклеарная семья. И в своих сочинениях на тему брака и половых отношений они часто ссылаются на западноевропейские источники. А сексуальные практики, отклоняющиеся от этой буржуазной нормы, описываются младобухарцами как неприемлемы. В гомосексуальное поведение, в первую очередь, бача-бозлик, джадиды считали, как замечает историк Адиб Халит, символом глубочайшей деградации среднеазиатского общества. Своих политических оппонентов, в первую очередь, ортодоксальное духовенство, джадиды постоянно уличались в педерастии. Примечательно, что чаще всего это уличение делалось от имени внешнего наблюдателя, носителя прогрессистских и модернистских взглядов. Как, например, в споре бухарского мудариста с европейцем в Индии о новометодных школах, это текст, ключевой текст, может быть, для джадидов, 11-го года Абдурауфа Фитрата. Буквально в первых строчках этого ключевого текста европеец перечисляет пороки бухарского духовенства, которое бегает за учащимися мальчиками и пьянствует по ночным забегаловкам. Но это мой перевод с английского, к сожалению, русский текст никак не удалось найти. Халит замечает, что ортодоксальное духовенство защищало критикуемые джадидами порочные практики, алкоголизм, азартные игры, садамию, переодевание мужчин в женщин и женщин в мужчин, имевшие место чаще всего во время больших праздниц в Той, Марака, Базм, как достойные традиции предков. Взгляды джадидов на среднеазиатский гомоэротизм таким образом совпадали, а, возможно, оказали влияние на взгляды большевиков. Как и большевики, джадиды связывали гомосексуальное поведение с отсталостью традиционной культуры, и в результате мобилизационного преобразования общества в социалистическое или национальное, гомоэротические практики должны были быть изжиты. Из этого короткого обзора раннесоветского дискурса о гомосексуальности в 20-30-е годы видно, что гомоэротизм в Средней Азии воспринимался как проявление традиционной культуры. Гомосексуальные практики кодировались как правонарушения, основанные на традициях, и с ними боролись как с пережитками родовой культуры во имя прогресса и модернизации. По западному, в общем-то, образцу. Сегодняшний же неконсервативный дискурс представляет гомосексуальность как чуждое и противоречащее национальным традициям явлениям, занесенное с Запада. Сопоставление этих двух позиций наглядно демонстрирует историчность любого дискурса и его обусловленность множеством социально-экономических факторов в определенный исторический период, что в свою очередь ставит под сомнение эвристическую продуктивность объяснительных схем, построенных на исторических аналогиях. Еще одно мое замечание. Сегодня Надя в двух своих презентациях на визуальном уровне показывала различные формы сексуально-гендерного диссидентства. Нам действительно всегда кажется, что это именно было диссидентство по отношению к тем гендерным образом и к гендерным перформансам, которые задавала власть. Но левые склонны видеть первое десятилетие как эмансипирующее, поговорим про женскую эмансипацию, но и для гомосексуальности тоже эмансипирующие в силу отсутствия преследования. Но, как мне кажется, что ранний советский дискурс, именно официальный, хоть и содержал в себе эмансипирующий опыт в отношении гомосексуальности, этот опыт не может быть сегодня в полной мере затребованным освободительным движением. Большевики не признавали в сексуально-гендерных диссидентах дореволюционных, революционных субъектов. Яркая иллюстрация этому, язвительные и обесценивающие замечания Ленина о революционном кружке газете проституток, которую организовала одна немецкая коммунистка. Он заметил, что, мол, работниц, что ли, мало для организации кружка. Да, там было, по-моему, на что Роза смотрит, куда Роза смотрит. Этот сюжет известен нам из воспоминаний Клары Цеткин. И, в общем-то, эта позиция, она продолжает быть популярной среди многих левых, так называемых рыбочистов. Это не революционный субъект, это не субъект революционных изменений. И, может быть, как бы продуктивным для нас может оказаться анализ или поиск этого субъекта освободительной истории. Если мы хотим как-то апеллировать к советскому времени, может быть, сместить этот фокус с 20-х, на позднесоветский период, в котором уже имелись возможности для появления и существования сопротивляющегося гомосексуального субъекта, но при этом не антисоветского и не антикоммунистического. Но это уже другая история, в общем-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...